Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. По словам митрополита Антония Сурожского, самое большое чудо человеческих отношений совершается тогда, когда любящие друг друга люди соединяются в таинстве брака и двое делаются одной личностью, оказываются чем-то большим, чем просто два человека, оказываются единством. А самое важное в семейной жизни является любовь мужа и жены друг к другу и детям. Любовь в самопожертвовании, во взаимопомощи, в готовности поддержать, пожалеть, просто обнять. В семейной жизни любовь – самое главное. Так говорят герои книги, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Она вышла в свет в издательстве «Сибирская благозвонница» и называется «Самая важная любовь». Современные православные христиане о своей семейной жизни. В этой книге современные православные христиане делятся опытом семейной жизни. Они рассказывают, как создавали свои семьи, рассуждают о том, как воспитать детей в вере и избегать конфликтов между супругами. Истории героев порой радостны, порой печальны и даже трагичны, но всегда проникнуты верой во Христа, любовью к Нему и надеждой на промысл Божий. Книга адресована к тем, кто хочет создать или уже создал православную семью и вообще всем тем, кого интересует жизнь христиан. Фотографии, использованные в книге, предоставлены героями рассказов. В предисловии книги ее автор-составитель пишет, «Зачем было составлять книгу именно о православных семьях? Что в их жизни особенного?» Да, в общем-то, все как у всех. Православные христиане, как и другие люди, влюбляются, женятся, рожают или не рожают детей, ходят на работу, болеют, теряют близких. Но только отношение православных к происходящему в их жизни не такое, как у других. Православные христиане верят в Господа Иисуса Христа, который есть любовь. Все, что Он делает, совершается по великой любви к людям для спасения их душ. Эта вера во всеблагой промысл Божий помогает православным преодолевать трудности, без которых семейная жизнь невозможна. Открывает книгу рассказ «Дом священника построен из стекла», повествующая семье отца Сергия и матушки Татьяны Стрекалиных. Протеерей Сергий Стрекалин – настоятель строящегося храма во имя святых царственных страстотерпцев в Москве. Строительные работы на отведенной под храм территории ведутся уже несколько лет. Все это время батюшка контролирует процесс, решает организационные и административные задачи, связанные со стройкой. Все эти дела требуют очень больших душевных затрат. Восстанавливать силы, как говорит отец Сергий, ему помогает семья. Матушка Татьяна и трое детей – Лиза, Оля и Тихон. Матушка Татьяна во всем поддерживает мужа. Она занимается детьми и ведет домашнее хозяйство, пока батюшка несет свое нелегкое послушание. По словам матушки, она высоко ценит замечательное умение мужа общаться с людьми на их языке, говорить просто о сложных вещах. Из рассказа отца Сергия и матушки Татьяны читатели узнают о том, как сегодня живет семья священника, настоятеля одного из московских храмов. А следующая глава книги под названием «В многодетности есть доля безумства» говорится о семье отца Алексея и матушки Татьяны Фатюхиных. Как пишет автор книги отцу Алексею Ватюхину, 47 лет. Он священник Московского храма всех святых на Соколе. Его супруге Татьяне 43 года. В их семье шесть мальчиков и три девочки. Старшему из девяти детей – 22 года, а младшему – 3 года. Батюшка и матушка награждены почетным знаком родительская слава города Москвы. Матушке присвоен патриарши знак материнства. Со стороны кажется, что батюшка и матушка не похожи друг на друга. Отец Алексеи очень эмоциональный, он то и дело шутит, у него звучный, хорошо поставленный учительский голос. Матушка Татьяна, наоборот, сдержана, говорит тихо. Вероятно, это именно тот случай, когда разные люди составляют в браке гармоничное единство. За долгие годы совместной жизни батюшка и матушка приобрели ценнейший опыт воспитания детей в многодетной семье и общения друг с другом. Этим опытом они и делятся с читателями. Герой рассказа «Община. Духовная семья» Илья и Елена. Илье 36 лет, он предприниматель и студент, получает второе высшее образование в Православном Святотихоновском гуманитарном университете на Богословском факультете. Супруга Ильи Елена чуть старше мужа. Своё второе высшее образование она уже получила. Сейчас Елена находится в отпуске по уходу за детьми. Илья и Елена – прихожане Московского храма Всемилостивого Спаса в Митине. Здесь служит их духовник протерей Андрей Юркевич. Жизнь их семьи неразрывно связана с жизнью церковной общины. В общине Илья и Елена учатся воспитывать детей, дружить, молиться и любить. Их рассказ, по мнению автора, очень актуален сейчас, когда, к сожалению, люди на многих православных приходах разобщены и часто даже незнакомы друг с другом. О героине рассказа «Умершие близкие живы в Боге» Ольга Алексеевна Орлова работает в Жиздринском Покровском храме. Там она занимает должность старосты. Ольге Алексеевне немногим больше 70 лет. Люди, знающие Ольгу Алексеевну, говорят, что отношения в ее семье были примером супружеской любви и нерасторжимого единства мужа и жены. Ольга и ее будущий супруг Олег познакомились, когда были еще детьми и не расставались больше 50 лет. Дочь Олега и Ольги, Юлия, считала семью своих родителей образцом счастливой семьи и была благодарна папе и маме за то, что выросла в любви. В 2011 году Юлии не стало. Через пять лет умер и Олег. Можно сказать, что история семьи Ольги Алексеевны завершилась, но так ли это? Свою историю и рассказывает Ольга Алексеевна. Завершает книгу рассказ Станислава и Беллы Погребецких. Родились они в Грузии, но получилось так, что познакомились в России, когда переехали сюда жить. Их воцерковление тоже произошло здесь, в Москве. Станислав работает в одной из подмосковных фирм, а Белла руководит службой психологической помощи доверия в Москве. Погребецкие женаты уже много лет, но детей у них пока нет. Рассказывая историю своей семьи, они говорят об опыте бездетности и размышляют, каким образом этот опыт повлиял на их отношение с Богом. Бездетность, говорят супруги, это важный опыт. Необходимо верить Богу, несмотря ни на что. И, конечно, молиться о том, чтобы Господь дал силы перенести то, что Он дает. Героев у этой книги, конечно, больше, и вы познакомитесь с ними, открыв эту книгу. Рассказывая о православных семьях, автор-составитель отмечает, что любовь Христа к людям становится для верующих в Него примером, и они стремятся являть любовь к Богу и ближним в своей жизни и в жизни своей семьи. Говоря просто, особенным в жизни православных семей является то, что самое важное для них – любовь. И книга эта была составлена, чтобы рассказать о любви Бога к людям, людей к Богу и любви людей друг к другу. В этой книге собраны рассказы разных православных людей о семейной жизни. Их истории не похожи одна на другую. И хотелось бы, говорит автор, чтобы каждый читатель смог найти в многообразии описанного опыта то, что важно и близко именно ему. Дорогие друзья, ну а нам сегодня пришла пора прощаться. Я напоминаю вам, что мудрые и душеполезные книги вы найдете в церковных книжных лавках. И да хранит вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok